Здравствуйте дорогие друзья, состоялся общедоступный релиз второй беты iOS 11.2 для разработчиков. Давайте быстренько пробежимся по основным нововведениям, внесем некоторые коррективы в неясности возникающие перед пользователями, произведем замеры скорости работы и тесты синтетики. Ставьте лайк и устраивайтесь поудобнее. На самом деле апдейт вышел еще 3 ноября, но эксклюзивно для iPhone X. По-видимому именно поэтому у всех остальных начало появляться надоедливое сообщение с просьбой обновиться до самой последней версии iOS. Кто-то терпел, кто-то удалял профиль. Сейчас сообщение вроде не появляется. В новой бете для iPhone X были запилены крутые лайф-обои, как в Introduce ролике. Сразу отвечу на ваш вопрос, нет, невозможно их добавить на любые другие версии iPhone, кроме десятки. В качестве утешительного приза предлагают скачать новые обои с флагмана, обладающего завидной челкой. Ссылки в описании. Дальше пройдемся по нововведениям, которые смогут почувствовать все, а не только мажоры с десяткой. Уменьшили ползунок регулировки громкости на заблокированном экране. Это было бы действительно раздражало. Лучше бы увеличили пипку перемотки трека. Я почему-то по ней не всегда попадаю. Появилась возможность остановить процесс инициации записи экрана в момент срабатывания таймера. Полезная опция, потому как если раньше промахивался, то приходилось осуществлять много телодвижений. Huawei Message освежили иконку медиатеки. Правда вот эта порнография с переносом смотрится ужасно. Без инициативные локализаторы могли бы переименовать это дело в фото и не пришлось бы ничего переносить. Тем более в английском варианте там так и написано photos. Производительность. Включаются устройства под управлением iOS 11.2 быстрее, чем на последнем финальном релизе iOS 11.1. То же самое касается и запуска приложений. На какие-то доли секунд все актуальные устройства отрабатывают быстрее, а вот синтетика говорит об обратном. Очков система набирает меньше, что в Geekbench 4, что в Antutu. По факту Apple продолжает работать, но багов осталось много. С автономностью до сих пор есть проблемы. В комментариях обязательно отпишитесь о своих ощущениях после обновления. И пожалуйста, не будьте глупцами. Ваш Сбербанк онлайн не запускается не потому что в Apple все козлы и они все поломали, а потому что разработчики Сбербанка еще не выкатили апдейт, а они не обязаны ничего выкатывать. Это бета. Не хотите проблем – сидите на финальных прошивках. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. Подписывайтесь и до скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok